Всем привет! Вы на Кнайе, просто рисунки Летти, и сегодня я расскажу сказку из Китая. Она будет на русском. Жил-был один очень бедный студент. Он был настолько бедный, что не мог купить чашку чая. Но был у него друг. Это был продавец чая, в магазине чая. Он его полил, кормил, ведь там были еще булки и много еды. И однажды мальчик сказал своему другу, что он уходит. Потому что он... Однажды мальчик сказал, что он уходит. И чтоб расплатиться за то, что его кормили, он нарисовал мелком, который у него был, аист на стене. И сказал своему другу, что он будет больше зарабатывать. И если у него будет много клиентов, они должны хлопнуть три раза в ладоши, и аисты танцуют. Мальчик ушел. На следующий день друг этого мальчика попробовал. И когда у него пришло много клиентов, он попросил их хлопнуть три раза в ладоши. Они хлопнули три раза в ладоши. Аист вышел с стены и начал танцевать разные танцы. Потом, когда все закончилось, клиенты были удивлены. Когда так все продолжалось, вдруг студент начал очень много зарабатывать. Но однажды пришел один богач. Было еще клиенты. И богач приказал своим слугам выгнать всех остальных клиентов. Те взяли палки и выгнали всех. Потом богач положил на стол продавца много денег. И сказал, что он хотел, чтобы только для него аист танцевал. Перед этим друг продавца говорил, что если аист будет танцевать только для одного человека, то это будет запрещено. И это будет очень плохо. Но как только продавец увидел деньги от богач, он забыл обо всем. И потом он хлопнул три раза в ладоши, и аист танцевал один танец. И он был обижен. И вичем у него было обижение. Богач все приносил. На следующий день пришел тот самый студент, который сделал аистер. Он взял игру, взял флейту и начал на ней играть. Аист вышел со стены и пошел за ним, когда мальчики уходили. И больше их никто не видел. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.